Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Край. Традиционно наша программа посвящена вопросам армейской жизни и все, что вокруг нее с этим связано. Сегодня День молодежи России. Я с большим удовольствием от всего нашего коллектива поздравляю нашу молодежь с праздником. Нам желаем счастья, здоровья и мы, как старшее поколение, надеемся, что наша молодежь вырастет достойной сменой нашему поколению. Ну, прежде чем представить сегодняшнего гостя, я бы хотел предложить вам посмотреть небольшой видеоклип, после которого мы с ним поговорим и пообщаемся. Моя новая песня для всех вас. Жизнь — это четыре страницы. Давайте ее сегодня и пролистаем. Мне осень нравится за то, что, приходя к тебе под вечер, Я не спешу снимать пальто, Целуя и обняв за плечи. За то вино, что на столе твоем И полумрак моих секретов Мы остаемся до утра вдвоем. Мне осень нравится за это. Четыре страницы у каждого года, И я их, конечно, читаю сполна. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Зима мне нравится за то, Что от мороза губы алым. Когда идем с тобой в кино, А взгляды слева, взгляды справа. За то, что шпильками каблук Все ранит снег, а ты при этом Одна такая у меня. Зима мне нравится за это. Четыре страницы у каждого года, И я их, конечно, читаю сполна. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Мне лето нравится за то, Что под дождем прозрачные платья, И твой загар, что очень кстати, Когда мы к берегу плывем. За красный с косточкой арбуз, И шашлыки с вином нагретым, За сладкий губ порочный вкус, Мне лето нравится за это. Весна мне нравится за то, Что в венах кровь, как молодая, Халатик ветер распахнет, Я ноготы не замечаю. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Четыре страницы законы природы, Мои лета, осень, зима и весна. Ну вот, может быть, не совсем типичная для нашей серьезной программы «Честь имею» песня, Но вот кто посмотрел сейчас на исполнителя, Наверное, и не поверит, что этот исполнитель в недалеком прошлом Офицер советской армии, капитан запаса Влад Зерницкий, И я с удовольствием его вам представляю. Здравствуйте, Леша. Добрый день. Влад, ну, я сейчас буду тебе вопросы задавать, Но если у телезрителей возникнут к тебе вопросы, Уважаемые телезрители, вы можете звонить по нашему контактному телефону, Номер его указан на ваших телеэкранах, Ну, а мы начнем наш разговор. Влад, ну, во-первых, я рад, что ты, как говорится, Небольшим проездом в Петербурге уделил возможность Поприсутствовать в нашей программе. И традиционный вопрос ко всем, кто у нас служил, проходил службу, С чего и как начиналась твоя военная карьера, Как она складывалась и чем в итоге завершилась? Я единственный военный в своей семье, И не знаю, это исключение, Исправил, или, может быть, это логическое было продолжение, Но я все время хотел стать военным, По крайней мере, последние, наверное, 4 или 5 лет обучения в школе, И на меня сильно повлияла книжка маршала бронетанковых войск Бабаджаняна Вот о танках. Я хотел стать танкистом. И когда я пришел в военкомат, Я сказал, отправьте меня в военное училище танковое. Но оказалось, что там есть ограничения по росту, 172 сантиметра, А я был выше уже тогда, сегодня я 194. Да, к сожалению, в студии мы не можем показать рост. И тогда мне предложили другие училища, Я выбрал автомобильное. И вот, как бы, я уже был готов и сознательно, и физически себя готовил к тому, Чтобы поступить в военное училище. Поэтому я уехал поступать в Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище. Поступил и окончил его. А сам откуда? Родился я в городе Жданов, ныне он Мариуполь, на берегу Азовского моря, Украина, Донбасс. Понятно. И закончил ты училище по какой специальности? Инженер по ремонту и эксплуатации автомобильной и гусеничной техники. То есть, практически с танками немножко, где-то тоже параллель какая-то. Да, да, да. Я даже управлял во время обучения, там у нас были танки ПТ-76, такие вот. Специально под твой рост, да? Да, нет, ну там, да, действительно. Но все равно нужно было изучить, как это управлять автономной гусеничной техникой. Поэтому это было. Ну, то есть, ты у нас настоящий военный шофер. Точно. Вот. После окончания училища, куда судьба забросила? Я, честно говоря, собирался ехать служить в группу советских войск Германии. Даже учил какие-то слова. Там фронтшафт, ауфидерзейн и так далее, и так далее. Вот. К этому все шло, располагало. Но в последний момент произошли перетурбации, перестановки. И меня отправили в ракетные войска стратегического назначения. Служить в Украину, в Винницкую армию. Большая, очень огромная армия. И я приехал в дивизию, в Коломейскую. Там был такой генерал-майор Макаревич. Вот. Не родственник нашего знаменитого языка. Но он мне запомнился тем, что он вел себя, на мой взгляд, очень неадекватно. То есть, он кричал, он бил, он мог разломать телефоны. И когда я приехал и представился, он со мной был очень, кстати, так обходительный, сказал, все, ты едешь в полк помощником начальника автослужбы ракетного полка. Я думаю, все, это сложилось. Это удача, это струя, я попал. Но когда я приехал в ракетный полк... Ты понял, что ты попал, действительно. Во-первых, я понял, что я попал, да. Потому что я первый раз прошел мимо своего автопарка. Я даже его не опознал. Вот. А во-вторых, я приехал на место человека, который, в общем-то, получил дисциплинарное взыскание. Его должны были снять. Но командир полка, к сожалению, покойный Владимир Константинович Кузнецов, полковник, вот с такими кулаками, вот с такими... Настоящий автомобилист. Я ему пришел, представился, говорю, я вот на должность помощника начальника автослужбы прибыл. Он говорит, кто тебе об этом сказал, сынок? Я говорю, командир дивизии генерал-майор Макареевич. Он сказал, запомните, сынок, здесь решаю я, а не генерал-майор Макареевич. Пойдешь начальником службы дивизиона ракетного. Это должность старшего лейтенанта. И все, и первые мои хромовые сапоги я за полтора месяца общебенку-то и убил, которую мне выдали в училище. И на учениях у меня палец вылез наружу. Да, кстати, хромовые сапоги, это какой-то эксклюзив был у нас, действительно, для Москвы и Ленинграда, наверное. Особенно, когда мы их гладили еще в училище утюгами. Да. Понятно. Ну, и дальше потом что? А, ну вот, в Скале Подольской я был два года. А, я служил в Скале Подольской. Это была, кстати, там находилась турбаза всесоюзного значения. Это Тернопольская область, недалеко от города Каменец-Подольский. И там стоял ракетный пол. Я уже сейчас выдаю эти тайн, потому что уже по договору о средней и меньшей дальности ракетах все это разоружили. Но там стоял... Да, и территория уже не российская. Не российская, да. И причем там ракеты были самые старые, то есть самые первые, которые встали на боевое дежурство, уже не актуально. А потом меня перевели в Коломы, непосредственно, где находился штаб дивизии. И там я попал в военную школу младших специалистов, командира взвода преподавателям. Я учил водителей. Водителей дизельных автомобилей и автобусов. Это было замечательно, кстати, между прочим, время и деятельность, потому что я садил свой взвод в автобус, ПАС-672, и мы уезжали в Карпаты, в горы, где я позволял немножко выпить пиво, шашлычков поесть в так называемых колыбах украинских этих вот, и вернуться, усваивать тюрьму. Полезное с приятелем совмещал. Да. И закончил я службу уже непосредственно под Винницей, на аэродроме, который обслуживал штаб ракетной армии. Я был начальником автомобильной службы. Батальон, обслуживающего непосредственно этот аэродром. Аббату? Да, да, Аббату, где находилась отдельная смешанная эскадрилья, обслуживающая жизнедеятельность всей ракетной армии. И там последние 6 лет я прослужил, и в июле, 20 июля 1994 года я уволился, а уже в октябре я репатриировался в Израиль. А в каком звании уволился? Капитан. Капитан. А причина увольнения? А я решил ехать в Израиль. То есть по собственному желанию. Да, да, то есть до пенсии мне было еще служить. Причем решил я уехать еще в 1993 году, и оказалось, что можно, параллельно находясь на действительной службе, оформлять документы. Только для этого нужно было разрешение командира части. А командир части, он был старше меня несколько лет, и мы с ним были в хороших отношениях. Я ему пришел, рассказал по-настоящему честную ситуацию, сказал, надо помочь. Он мне подписал эту бумагу, я отнес ее в АВИР, и параллельно, будучи офицером, я оформлял документы. Потом была непростая сдача хозяйства автомобильного. Но в конечном итоге я уехал в октябре. Ну, как бы я, наверное, еще попал удачно в ситуации, когда развалилась советская армия на армии Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и так далее, и так далее, в том числе украинскую армию. И поэтому многие приказы перестали действовать, советские приказы. Поэтому после определенного рода количества собеседований в особых отделах мне пожелали удачи. Я до конца не верил, что меня отпустят. Серьезно. Время такое было неопределенное. Сложно, наверное, это действительно и спасло. Но я до сих пор не выдал никаких военных тайн. Лет пять раньше. Ну, а какие могут быть военные тайны, если у нас на вооружении до сих пор находятся те же самые автомобили, которые еще тогда были. Поразил 157, я, конечно, мог бы рассказать там в Массаде, но не стал. Ясненько. Скажи, пожалуйста, а в израильской армии не пришлось потом служить еще какое-то время? Значит, я хотел, честно говоря, я хотел, приехав, продолжать служить в израильской армии. Но там совершенно другой подход к службе. И мне сказали, что нужно начать с солдатом. То есть нужно стать солдатом и потом прийти к офицеру. Более того, офицером там не становится, в связи с тем, что армия все время находится в боевой готовности, офицером не становится там, как у нас в течение четырех или пяти лет, там офицер может стать после девяти месяцев, после года, не более того. Потому что моментально офицер входит в боевую действительность, и там он получает знания и опыт. Но я сказал, мне жалко моих десяти лет в школе, еще пяти лет в военном училище, еще службы, столько лет в армии, чтобы я снова начинал с солдата. И прекратил эту затею. И, в принципе, правильно прекратил, потому что нашел себя в другом поприще. Но там есть еще резервная служба. Она называется, наверное, Милуим. Это когда призывают, как у нас были партизаны. Партизаны, да, да. Туда призывают мужчин до 43 лет. Но меня, опять же, не призывали на резервную службу. И почему? Потому что есть закон такой, закон Министерства безопасности, о том, что офицеры из чужих армий даже на резервную службу не призываются. То есть мне сразу же дали освобождение. Такой, я не знаю, как его назвать. Белый билет, розовый билет. Но в любом случае я даже на резервную службу не ходил. Хотя было бы интересно посмотреть. Потому что израильская армия это нечто другое. Вот я и хотел немножко коснуться этой темы, если ты немножко компетентен в ней. Вот насколько велики различия в организации подхода армейской службы в Израиле, допустим, и в России. В Израиле тоже ведь там же призывная система. То есть служат по призыву или только по контракту? Нет, нет, там служат по призыву, причем там служат и девушки, и мальчики. Вот я тоже читал это, да, слышал, что причем отсрочек практически там мало у кого есть. Да, мало, да. Я скажу так, два слова буквально о компетентности. Я на радио, где я работаю, я веду тоже программу об армии, называется «Время служить», об армии обороны Израиля. Как коллеги, получается. Да, да, поэтому я более-менее владею материалом. Значит, что касается девушек и мальчиков, служат все обязательно. Единственное, кто не может служить, это тот, кто доказывает, что он религиозен, и что он собирается служить альтернативной службой. Все остальные в обязательном порядке. В том числе и моя дочь отслужила два года. Девочке два года, мальчике три. И дембельнулась с сержантом. Причем служила она на базе между сектором Газа и Египтом, боевой базой. То есть она была сержантом связи. Есть офицеры связи, она была сержантом, который занималась. Что касается отличий между российской и израильской армией, ну, во-первых, самое главное отличие, как я уже сказал, то, что израильская армия постоянно находится в действии. То есть она не проводит, она как бы учения-то проводит, но она постоянно в боевой готовности. То есть это означает, что даже солдаты боевых частей, уезжая в увольнение домой, уезжают с оружием постоянно при них. Причем надо сказать, что в израильской армии, для меня это было поразительно, не придают, скажем так, такого серьезного значения, например, внешнему виду солдата. То есть, например, у нас, ты помнишь, Леша, допустим, подворотничок, пуговички, обвешивание. Ключок расстегнут, патруль останавливает, все, гоплахты. В израильской армии форма несколько другая, она более свободная. А сейчас вообще, кстати, вводят новую рубашку, которая будет на выпуск, не заправляться. Вот у девушек может быть юбка, а может быть тоже штаны. Причем девушки могут одеть военную форму и сандалии на босу ногу. Совершенно спокойно. То есть все сделано для того, чтобы солдат максимально ему было легко. И как бы я вижу, что не заставляют солдат быть отглаженными на вытяжку, все такое. Главное другое, чтобы он выполнял свои обязанности. Моментально, в срок, на своем месте. Более того, я должен сказать, что меня поразило еще, что 98% должностей могут занимать как мальчики, так и девушки. То есть, чтобы было понятно, что девушки являются командирами взводов, девушки являются военными разведчицами, девушки являются снайперами. И причем справляются с этим чуть не хуже. Более того, есть такие парадоксальные ситуации, когда ты видишь, что, например, стоит на плацу, допустим, подразделение 20 молодых парней, 18-летних, и ими командует 20-летняя девушка. И они ее слушают, они не издеваются, они там не флиртуют с ней, они ее не подкалывают, они ее слушают. И даже, ой, это я уже наверху сказал, не дай бог им там сделать какое-то там сальное замечание, ей там что-то предложить. Интересно. Вот. И очень серьезно с теми, кто не хочет служить, или кто, например, бывают такие случаи, когда убегают из армии или каким-то образом отлынивают, там сразу же есть специальная военная полиция, которая приезжает домой и ведет себя достаточно как бы страшновато даже. Я видел один раз, как у моего соседа, вот, у меня такой коттедж, и рядом коттедж, сосед, там, видимо, сын отклонялся от службы, они приехали ночью. Причем я так понял, что они вели наблюдение какое-то количество часов, пока он ночью не приехал. Вот. Они не спрашивая, они открыли дверь специальной отмычкой, зашли, у них есть все полные права, забрали его и увезли. Ну, сидят в тюрьме там 40-30 дней, не более того, потом ему предлагают служить, или опять там дисциплинарный суд. Так что отличий, наверное, много. Ну, там вот, видимо, и менталитет немножко у людей другой, и, скорее всего, связан с какими-то внешними угрозами. Безусловно. Да, потому что у нас вроде как, мы особо и ничего не боимся. Да, во-первых, как бы Россия мощная страна, безусловно, и с мощной армией, а во-вторых, как бы соседи у вас, в любом случае, в большей части доброжелательные. У нас на севере государство, которое хочет нас уничтожить, и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, Влад. Ну, вот я так понял, что твоя судьба теперь сложилась после армии уже в творчестве. Да, ты теперь пишешь песни, поешь, выступаешь, и мы об этом уже догадались, когда посмотрели твой видеоклип. Вот, к сожалению, настолько интересен разговор у нас получился, но время уже неумолимо движется. Программка такая короткая у нас на 30 минут. Вот, наверное, можно было много поговорить еще об этой армии. Приедешь в следующий раз в Питер, обязательно я тебя еще раз приглашу. А я приеду. Да, продолжим об израильской армии поговорить. И я, может быть, даже в перспективе какой-нибудь нашей видеозаписи отправлю в Министерство обороны нашего, чтобы поучились, как надо организовывать службу военную. Потому что у нас действительно есть определенные моменты. Вот, как считаешь, вообще один год службы по призыву, это достаточно, чтобы подготовить хорошего солдата у нас в России? Нет, я думаю, как раз этот год нужен для того, чтобы подготовить, а потом нужен как минимум еще год для того, чтобы это закрепить, чтобы человек это вот как бы с кровью себя впитал. Еще год, чтобы отработать, как в Израиле, то, что в тебя вложили и к чему тебя... И чтобы потом он на всю жизнь был готов, если вдруг его призовут резервной службой, чтобы он смог выполнить эти обязанности. Понятно. Ну, собственно говоря, хотелось очень много вопросов задать, но ты так интересно рассказываешь, что я тебя не останавливал. Потому что действительно такие моменты, о которых многие телезрители, может быть, и не знают. Я сам сегодня перед программой только на сайт залез, немножко об израильской армии посмотрел, в том числе и на твоем сайте был. У тебя там мало довольно-таки биографических справок. Ну, тем не менее, конечно, интересно. Хочу сказать, что подготовка армейская наверняка тебе, спросить точнее, в жизни помогает? Да. Я, кстати, очень благодарен армии, потому что она из меня сделала мужчину и человека, который способен преодолевать серьезные какие-то препятствия. Я постоянно вспоминаю об этом, в том числе и вот мое, даже сегодня, скажем так, творческое состояние. Внутри у меня дисциплина военно-офицерская. Хорошо, Влад. Ну, твои несколько слов, пожеланий нашим телезрителям, пожалуйста, в камеру. И мы на этом будем прощаться. Я хочу обратиться к жителям Санкт-Петербурга и всем, кто смотрит этот замечательный канал, и сказать, во-первых, будьте здоровы, всегда следите за своим здоровьем и следите за здоровьем своих близких. И знайте, что в Израиле живут очень добрые люди, которые ждут вас в гости. Приезжайте к нам на святую землю, приезжайте к святым местам и не пожалеете, получите массу удовольствия. Спасибо. В эфире программа «Честь имею». Я ее ведущий Алексей Краев, наш гость, гражданин Израиля Влад Зерницкий. Мы с вами прощаемся, честь имеем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok